Кстати говоря, мы вот уже 7 минут пишем, а ну типа... Да, это нормально. Да, а слушателям не представились до сих пор. А, так это и не будет входить в основной, поэтому я сейчас начну с приветствия. И вот, а это, разве что это... Ну, Kio Profitiverse пойдет в какой-нибудь допматериал. Слушай, а я уже сижу в режиме... И нормально, и нормально. В общем, ну, давай так, значит. Всем привет, это спорадический подкаст, не путать с спорадическим. Сегодня у нас, опять же, спорадический выпуск, который не планировался, но внезапно возник. И внезапно у нас сегодня тоже есть гость. Этот гость вам, возможно, известен в Fidiverse или, возможно, в других кругах под никнеймом Dr. Q. или Dr. Quadragon. И это я. Я известен под этими именами. По крайней мере, пока. Да, и поэтому я бы тогда начал бы, наверное, с самого... Если что, просто док. Ну, вот ты и так это знаешь, извини. Да, мы привыкли тебя кликать доком, но я просто тебя представил тем никнеймом, который у тебя в профиле написан. Разумеется, разумеется. Да, могли чаще встречать люди, которые в Fidiverse вращаются в более дальних кругах от нас, чем близкие круги. Придвигайтесь, что у нас тут, у нас клёво. Да, вот. И начал бы я, наверное, с такого интересного вопроса, который... Ну, не знаю, вот у меня иногда бывает такой интерес узнать вообще, как люди выбирают себе никнейм. Ну, потому что имя-то, которое нам дают, мы его не выбираем, оно от нас особо не зависит. А никнейм, он обычно имеет какую-то историю, и она у всех разная. Вот, например, у меня никнейм, это буквально никнейм, я не буду рассказывать конкретно сейчас, как он именно возник, но меня им назвали. Я решил его использовать. Это, скажем так, было ироничное подтрунивание в мою сторону, как такого школьника с высоким самомнением. А я начал ощущать, что, кажется, подтрунивать не зря, и решил, а, и посмеюсь над собой. И вот так вот стал я с Комкиным. А как ты стал Доктором Квадрагоном? Что это значит? Откуда это появилось? Значит, смотри... Вообще, изначально я как бы просто док, потому что... Это появилось из нереализованных академических амбиций. Ты хотел врачом? Я хотел себе... Нет, я хотел стать ученым. А, то есть ты хотел докторскую защитить? Да, 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 да. Тоже неплохо. И, в общем-то, я, собака, даже в аспирантуре промучился года четыре. А почему Кодрагон? Я не знаю, просто придумалось такое слово. Во-первых, я, ну, типа, драконы прикольные, и четверка — мое любимое число. Ага, я просто сидел, гадал там, знаешь, бывают всякие трехглавые там драконы в стиле Горыныча. Я подумал, что у тебя был четырехглавый дракон, да? А, да, а мог бы быть и четырехглавый дракон, в принципе, да? Я, ну, типа, еще квадрига драконов, четыре дракона в упряжке, блядь. Заебись же образ. Мне почему-то вспоминается вот этот мем с трехглавым драконом, у которого две головы нормальные и одна такая притяжнутая. А тут, видимо, четвертый раз с лишней хромосомой вообще, да? Да, 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 да. А насколько ты давно с таким ником? Ну, то есть, вот, я тебя знаю, получается, с 19-го года очень поверхностно, и когда на регулярках появились и коверы с тобой записали, это, не знаю, 20-21, по-моему, год, я тебя чуть лучше узнал. Но насколько ты давно вообще... Смотри, значит, этот ник у меня с момента образования ММЛ. Ага. А ты же знаешь, что до ММЛ у меня еще был инстанс? Нет. Рассказывай. А, был у меня инстанс Мастадон в Social.ru. Да, ты начинаешь вспоминать, потому что я тебя помню оттуда. Да, я начинаю разблокировать травматические воспоминания. Ну, что-то, да, да, я вспомнил, что вы переехали с русского домена на другой домен. На Мали, да, да. Вот, да. И там я был тоже доктором, но эквивалентом. Да, это все объясняет, да? Я один и тот же человек, прикинь, у меня даже аватарка не изменилась. Нет, я это понимаю. Я, в общем-то, доктор эквивалент тоже воспринимал, в общем-то, как часть твоего такого сетевого айдентити. А он у тебя когда появился? Я не знаю. Я просто любил слушать группу Сплин. У него есть песня Гант Боу. Там что-то было... Добрый друг, я твой эквивалент. Может, клей, понюхаем момент. Я не знаю, почему у меня застряла эта строчка в голове. Будем нюхать, сколько захотим, ведь мы болеем за один и тот же тим. Твою мать. Это вот... Такие вот вещи странные. А насколько это давно было? Там универ, школа. Школа, по-моему, даже. А, ну, получается, мы с тобой примерно в одно время где-то закрепились более-менее со своими никнеймами. То есть я тоже где-то к концу школы начал понимать, что бегать с никнеймом, который сделан из двух скобочек из начала названия журнала «Хакер» — это плохая идея. Охуденный журнал. Охуденный журнал. Это был мой любимый журнал. Журнал-то хороший, вот. Но использовать скобочки в никнейме — это, во-первых, плохая идея, потому что это вообще никак не гуглится. А, во-вторых, как-то ассоциировать себя с людьми, которые что-то в этом реально понимают таким образом — это очень-очень кринжово. Поэтому мне на это, ну, в общем, да, придется, наверное, уже сказать, что как бы я сидел в ВРС в свое время с вот этими вот двумя скобочками, и мне тонко намекнули, что это слишком высокое самомнение, и называли меня скобкиным. — Слушай, все мы сидели в ВРС, все мы были пиздюками, и все юзали лицпик дурацкий, так что... — Я, кстати, лицпик не юзал, так что это, да, меня это пронесло. — А эти, как его, а Олбанский? — Было дело немножко. Я, кстати, лицпик, я знаешь чё, лицпик же, он зачастую, он частично связан уже в том числе с тем, что в играх нужно было... писать более эффективно, или вот тот же русский вариант лицпика, да, когда всякие буквы «Ч» как четверка обозначаются и так далее, вот, они откуда возникли. И с этим, наверное, связана одна из забавных моих историй жизненных, что я, по сути, научился печатать вслепую благодаря Counter-Strike, потому что если ты печатаешь в Counter-Strike не вслепую, тебе наваливают просто. — Да, да. — Я пассивно научился, сидя в компьютерном клубе ещё, просто печатать, несмотря на клавиатуру, это само получилось случайно, я не планировал это делать, но так вот просто со временем вышло, что... И я с тех пор как-то вот не осваивал никакие эти, ни десятипальцевые системы печати, ни что-то там ещё, просто вот печатаю, печатаю, как тогда научился, и нормально. — А я не знаю что-то, вслепую я печатаю или нет, я иногда поглядываю на клавиатуру, но периферическим зрением, у меня как-то так получается. Ну, в общем-то, всё, да, вся история моих никнеймов пока что и сетевых идентистей, кроме тех, о которых вам знать необязательно. — Да, у меня тоже есть идентистей, о которых лучше не рассказывать, потому что это стыдно, вот, там ничего такого нету, но стыдно, да, вот. — Значит, и просто после того, как, ну, типа, по мере того, как мы переезжали с одного инста со другим, я решил, что надо бы что-то поменять. И, в общем, поменял. Не знаю, получилось хорошо или плохо, но как-то получилось. — Ну, запоминающаяся, по крайней мере. Благодаря этой кьюшке же ещё возник тот, я не помню, с кем это было связано, с хлебом или с ещё одним, твой альтернативный никнейм, который ты на какое-то время взял. Он, с кем он был связан, я не помню. — Ты про каких-то хейтеров, да? Я не помню, да, я что-то такое делал. — Да, ты же назывался доктор Конская залупа. — Это... Винсент, 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 если ты меня слышишь, я люблю тебя, вернись, я всё прощу. — Винсент, если ты слышишь меня, передай привет своей маме, да? — Да, нет, нет, прикольный на самом деле был парень. Я, если честно, так до конца не понял, что его побанили везде. Ну, он такой забавный. Ну, ладно, не будем... — Слушай, я, по-моему, его даже... Мы его, по-моему, даже не банили. Не, мы один раз вроде его банили, а потом больше... А потом не банили. Но он всё равно возвращался. Он был такой же бесячий и высказывал такие же максимально странные тейки на серьёзных щах с ебалом знатока. Но, блин, мы просто... Мы просто угорали над ним, короче. — Ну, да. Не единственный, но запоминающийся. Окей. Ну, значит, получается, ты никнейм взял ещё во время школы, а потом ты в универе тоже, получается, с ним ходил. А на кого ты учился? — Да. Я учился на преподавателя. Лингвист-преподаватель немецкого языка. — Ну, да. — Немецкого. А я чё-то... Мне почему-то всё время казалось, ну, как-то вот по той... То есть у меня слово преподаватель отложилось, когда я вспоминал, кто ты вообще такой. Вот. Но мне почему-то казалось, что это как-то с английским связано. — Ну, слушай, английский мне тоже довелось преподавать, благо, английский я, на самом деле, знаю гораздо лучше, чем немецкий. Особенно сейчас, когда я уже давно не практиковался. А английский мне пришлось преподавать в качестве репетитора. — А, то есть это не какая-то практика была, а уже подработка просто, да? — Да, 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 да. — А немецкий? — Погоди, а в школе я преподавал английский или немецкий, по-моему? По-моему, немецкий, да, да, я преподавал точно немецкий. — Так ты ещё и в школе преподавал. — Да, у нас была практика в школе, в аспирантуре, в институте. — Крутяк. Я помню, что у меня вот в своё время у нас преподаватель по литературе, одна из таких самых прикольных преподавателей, которая у меня была, она тоже пришла к нам по практике. Она тоже где-то училась в местном университете, по-моему, то ли на филологии, то ли где-то так, и она пришла к нам литературу и русский язык преподавать. И вот последние, по-моему, два класса моих старших она у нас преподавала, тоже по практике. И ты, получается, тоже так же вот нарвался на преподавание. — Ну, собственно, да. Не знаю, я, честно говоря, особенно школу, я ненавидел вот всю организационную часть, вот эти все ёбаные, ёбаную бумажную работу, типа заполнение всяких там журналов и прочего говна. И меня бесила администрация, потому что они все, сейчас процитирую мем, они все, значит, тупые, примитивные, да, и, в общем, но само преподавание мне очень нравилось, дети меня любили и студенты. — Блин, ну это такая классная штука, на самом деле. Я, блин, у меня, с одной стороны, тоже вот есть во мне какая-то такая любовь к тому, чтобы чему-то научить, чему-то что-то рассказать, но, с другой стороны, я подозреваю, что я бы, наверное, преподавателем быть не смог, потому что... — Неров надо много. — Да, а в моем конкретном случае отчасти, наверное, потому что есть дети не заинтересованные, а, наверное, я бы в итоге все-таки, посидев, подумав, смог бы, может, найти подход, но мне просто вот было бы не сильно интересно искать подход к таким детям, которым насрать, вот, со входа просто. — Да, 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 такая проблема есть, и на самом деле, ну, типа, если я вижу, что человек совсем не заинтересован, я не могу никак его зажечь, я, по крайней мере, когда, ну, типа, преподавал, я просто отправлял на последнюю порту спать, потому что, во-первых, это школа и институт тоже, ну, типа... — Ты их приучал к институту уже в школе. — Да, я ненавидел это дерьмо еще, будучи учеником и студентом, из-за того, что надо рано вставать. Я ненавижу рано вставать, я человек ночной, у меня начинается день со второй половины дня. Я пытался поправить режим на то, чтобы вставать, ну, типа, как встают все нормальные люди, и я не могу, у меня ступор. — Вот сейчас просто все представьте, вот, если вы видели или не видели, то представьте картинку с двумя акулками, и одна акулка так плавничком вторую по спине и подпись «I know that feel, bro». — Да-да-да-да-да. — Стоять, да. — Вот, поэтому, ребята, если вам неинтересно, и вы наверняка хотите спать, идите спать. — Вы все равно из этого ничего не вывезете, хотя бы выспитесь. — Да, да. А с остальными продолжаем разговор. Меня за это страшно не любили, я имею в виду администрация и родители, как я ненавижу родителей, пиздец. — Самые неприятные люди, с которыми мне доводилось общаться. — Не без этого, да. — На меня однажды с кулаками бросались. Просто понимаешь, я это объясняю так. Ну, типа, родительский инстинкт, он выключает, ну, типа, управление. — Да, если человеку, у которого есть ребенок, показалось, что их ребенок, ребенку там что-то сделал, или он в какой-то там опасности, или что-то такое, все, начинается беспредел, потому что отключается префронтальная кора. — Отчасти из-за этого, в том числе, я как бы сам преподаванием не занимался, но из своего помню, что просто иногда преподавателю просто проблемно, может быть, доказать родителю, что, ну, вообще-то, это его ребенок виноват. — Ну, даже, не, ну, не то, что виноват, ну, типа, у меня был случай, один из неудачных случаев этого, как его, репетиторства. Ребенок, ну, короче, достаточно взрослый уже, попросил его научить ругаться на английском. Ну, типа, я подумал, какого черта, ну, типа, этот ребенок, ну, типа, уже ему сколько, я не помню было. Ну, 17 или что-то такое. И я подумал, ну, какого черта, спрашиваю, типа, а по-русски ты умеешь говорить, да, окей. Ну, значит, это моя работа, да? А потом об этом узнает мама, и что начинается? Туда я не вернулся. Хотя с пацаном продолжали некоторое время общаться. — Блин, на самом деле это странная фигня, потому что, ну, вот, как бы есть адекватные родители, которые умеют вот эту фигню с родительским инстинктом контролировать, и вот адекватные родители бы, наоборот, порадовались в том плане, что, типа, чувак нашел то, чем можно заинтересовать ребенка, а через это можно его дальше расширять, начать. — Да, очень просто. Очень просто. Вообще, на самом деле, гениальность языка в ругательствах. — Да, там, что в русском, что в английском. Вот, в английском есть вот огромное количество комбинирования одного только фака, а в русском есть огромное количество игры с корнями и составлением слов, да? Ты с морфологией балуешься, и это очень интересно местами становится. — Во-первых, ты с морфологией балуешься, во-вторых, ну, типа, ругательство — это обычно, ну, типа, метафора. Ну, то есть, это уже сложная лингвистическая деятельность, да? — И абстрактное мышление. — И абстрактное мышление, да. Там весь мозг задействован, грубо говоря, у самых умелых. — Вот если вспомнить, да, как ругаются какие-нибудь школьники, которые только узнали мат, это просто, это смешно, потому что это настолько нелепо и глупо, но при этом, если люди начинают разбираться в том, как язык устроен, у них это всё начинается изощрённо, и вот как бы, когда ты начинаешь чувствовать, у тебя должно появиться два чувства, которые требуют неслабой нервной деятельности. Первое — это чувство, собственно, того, как сформулировать подходящее под контекст ругательство, а второе — это поймать момент, потому что если ты просто материшься всё время, как вот тот школьник, который научился словам «сука, бля», и он теперь вставляет их везде просто, чтобы казаться крутым, вот это полезные скиллы, они помогают не только с тем, чтобы материться, потому что, когда ты начинаешь прокачивать вот это вот чувство момента, у тебя и чувство юмора улучшается, у тебя улучшается, и вообще вот это вот, как по-русски будет «read the room», ну, то есть вот… Да-да-да-да. То есть ты начинаешь, у тебя софт-скиллы прокачиваются круто, когда ты вот этим занимаешься. Умение вот «read the room» — это чувство так-то называется. Как его? А, слушай, а возьми номинативную функцию. Так, вот сейчас поясни, потому что я плохо помню. Я не филолог. Ну, номинативная — это что как называется? Вот смотри, то, что мне сейчас упало на ногу, как мне сейчас назвать, вернее, на что это больше похоже? На хуёмболу или на пиздулу? Ну, тут да, тоже от контекста. Или вообще «херобору», или «херобора», «херота», «херня». Да, в общем, это тоже. А это ведь ни одно и то же. Блин, мне тут напоминает, как некоторые ролики на ютюбе, где объясняют иностранцам, как формируется русский мат, и это тоже местами умора полная. Особенно там я заметил, некоторые такие ютюберы, я реально у двух-трёх такое, как минимум, замечал, у разных ютюберов, которые делают. Они, блин, стебут тех, кто их смотрит, и в самом начале в субтитрах написано «хеллоу», они в этот момент говорят «пошёл нахуй». Вот. Ты смотрел «Монти Пайтон»? «Монти Пайтон» нет. Блин, там есть скетч «Английско-венгерский разговорник», вот как раз про это. Учился ты, получается, нафилолога, с, я так понимаю, уклоном в немецкий, но в результате занимался английским. Вот. А как тебя занесло вообще... Ну вот, если я правильно понимаю, более-менее твоя профессиональная карьера после репетиторства, она заключается в айтишничестве, если так можно сказать. Сейчас, я так понимаю, ты пришёл к админству, да? Да. Вот. А вообще, как ты до текущего момента дошёл? Или давай даже не так, давай начнём вообще с того, как ты вообще во всё это айтишное попал. То есть, что тебя в своё время зажгло? Я не попал, я был всегда. У меня... Я всегда возился с электроникой, и я... Мне было лет пять, и мама моя поняла, что у меня тяга к технике. Блин, круто. У тебя... То есть, у тебя такая ранняя инициация произошла, получается? Потому что у меня вот с этим всё сильно позже было. Смотри, мне было лет пять, моя мама поняла, что у меня тяга к технике. Она... И она... Во-первых, у меня была, ну, типа, Дэнди. В нашей семье была приставка Дэнди. Ну, которая Фомиком, да, по сути. Ну да, по сути, Фомиком. Потом мама принесла геймбой, и мы с сестрой за это геймбой дрались. Мы вообще очень часто дрались. Он у меня вроде как даже где-то до сих пор валяется, только он сломанный, к сожалению. Потом мне стукнуло шесть, и мама упросила соседа, айтишника, купить мне компьютер. Угу. Шесть лет. Ни хера себе. Шесть лет. И я помню себя... Это что тогда было? Восемьдесят шестые, двести восемьдесят шестые? Что тогда было-то? Сейчас расскажу. Я начинаю себя помнить с того момента, как мне его привозят. Вот тут начинается непрерывная моя память. То есть, как это знаешь, говоря, как бы частью определения сознания является его непрерывность, да, вот этот весь парадокс телепортации, да, вопрос, умираем ли мы во сне, а ты родился, когда тебе купили компьютер. По сути, да. То есть, мой первый x86 компьютер, это был Intel Celeron 300, 32 мегабайта памяти. О, хорошо. Да. И жесткий диск на 500 мегабайт. Помню такие, помню. У меня, по-моему, все-таки с единичных каких-то чисел мегабайт начиналось, но я такие помню у знакомых. Хотя, слушай... Да, у какого-нибудь сына маминой подруги, да? Ну, да, в основном, потому что я, когда в школе учился, у меня в среднем железо было гораздо хуже, чем у товарищей по классу, и вообще появилось позже, чем у многих. Не, блин, то по тем временам, для 96-го года, то была тачка. Не, это было охуенно. Я просто себя начал вспоминать. У меня таком появился сильно позже. Он у меня появился где-то под конец в среднем классах. Собственно, и он прослужил у меня, ну, блин, довольно долго. Ну, то есть... Это был один из самых надежных компов, которые у меня были. На нем стояла 95-я винда. Помню, было такое. Сначала мне все очень нравилось. Ну, то есть я играл в игрушки. А, да, еще до приобретения, одна обрывочная память, я ходил на компьютерные вот эти вот курсы, на которых на самом деле ничему не учили, мы просто в игрушки там играли. Вот. И... Но, блин, господи, я и сам был готов учиться. Так что сначала я тоже действительно играл в игрушки, а потом мне, типа... Ты понял, что там не только игрушки есть? Нет, потом я понял, что там... Что в игрушках игрушки как-то работают, и их можно расковыривать, и, ну, типа, хакать их, перерисовывать всякие там ресурсы, спрайты менять, всякое такое. Короче, ресурс хакингом занялся. Ну, или как это сейчас модно называется, моддингом. Моддингом, да. Не, на самом деле ресурс хакинг — это часть моддинга, из него вышел моддинг, но это не весь моддинг. Ну, да. Потом я переполз на то, чтобы ломать саму систему. В каком смысле ломать? Ну, в смысле... В смысле манипулировать ей, ну, типа, влезать во внутренности. Просто мои первые годы с виндой я ее ломал вот в самом прямом смысле. То есть там отцу приходилось звать знакомого в кавычках компьютерщика, чтобы тот переустановил шиндыш. Не, я сейчас скажу. Ну, я доломался до такой степени однажды, что, ну, типа, у меня... Я не помню, то ли... То ли хард сгорел, то ли что-то такое. Систему я, ну, типа, разламывал довольно часто, и да, мне приходили переустанавливать шиндыш, потому что у меня не было дистрибутива, и сам я не умел. Но со сгоревшим хардом я лишился компа на 6 месяцев. Нихера себе. Я, сука, места себе не находил. Это ломка была, наверное. Да, вот просто ты сидишь, и тебе нечем заняться. Ты понимаешь, что ты просто сейчас пойдешь во двор палкой околачивать, блядь, кучу говна в песочнице. Ну, серьезно. На 20 минут. Типа, я серьезно, я просто от скуки не знал, куда деться. И, в общем, я получил комп обратно, и было мне большое-большое счастье, на самом деле. Ну, в итоге, где-то с 90... Да, с 99-го, по-моему, как раз с момента основания, мне как раз и начал... Начала мама выписывать журнал «Хакер». Ну, как выписывать? Она его покупала сама. Обожал этот журнал, а в нем я и узнал о всяких там Никсах. Блин, ну, слушай, я тут просто должен выразить глубочайший респект твоей маме, потому что это не часто так получается, что, во-первых, тебе заметили, вот что тебя это инженерное направление интересует, ну, и не просто там тебя куда-то выпнули, но еще и тебе помогали какие-то материалы интересные покупать. Это прям круто. У меня мама суперская была. Вообще шикарно. С земля и пухом, но, да, она была охерительным человеком, в принципе. Вот. И из журнала «Хакер» я начал почитывать про всякие юниксы, но поскольку, опять же, никаких дистрибутивов всего этого у меня не было, и интернет по карточкам, секс по карточкам, ну, ты сам понимаешь, дайлапную эру. Прекрасно понимаю. У меня самая боль моего знакомства с линуксами начиналась с того, что, как бы, вот я уже, казалось бы, там у кого-то, по-моему, через знакомого, который уже учится в университете, раздобыл копию, которую они через универский интернет скачали, по-моему, Андрейка тогда, я его себе накатил, а пакеты, блядь, я поставить не могу, потому что я не могу поднять интернет на линуксах. И это было бедой просто. В том же журнале, я не помню уже в каком выпуске, в сентябрьском выпуске какого-то года, я не помню, мне попалась статья про операционную систему, может, слышал такую, BOS. Которая B-I-O-S, да? B-I-O-S, да. Слышал, но руками никогда не трогал. Это случайно не что-то из семейства Plan B, Plan 9? Нет, не совсем. Вообще, это штука, которую сделал выходец из Apple Жан-Луи Гассе. Это их Apple-ский был инженер по операционным системам, и вот он сделал такую систему мультимедийную, заточенную под многоядерность, многопоточность от начала до конца, потому что он сделал под нее еще и компьютер, B-Box, вообще, эта система была под свой собственный компьютер, наверное, надо было начать с компьютера, в котором было два процессора мотороловских, вот, и вот там была такая система, которая, ну, я называю это квази-юникс, то есть она ходит как юникс, плавает как юникс, летает как юникс и крякает как юникс, но она внутри не совсем юникс, но с ней можно работать как с обычными никсами, по сути. Единственное, что, графический интерфейс это не иксы, а своя собственная разработка, и оно входит, ну, по сути, в дистрибутив системы. Я вот тут пока ты рассказал, посмотрел на Вики, и пишут вроде как, что энтузиасты на основе частично этой биос сделали хайку, вот об хайку я уже слышал. хайку, хайку это ее ну типа опенсорсный правоприемник. В общем, короче, биос это был мой первый юникс. Я сразу влюбился в эту парадигму, баш ван лав, пайпы, муа, скриптинг охерительно, на ней можно было запустить, скомпилировать и запустить много всего такого, что шло на других юниксах, ну типа того же бсд, там линукса и прочего, да, ну знаешь, кроме, кроме собственно графических программ. Я на ней просидел год. Она была год моей основной операционной системой, а потом, ну разумеется, винда стояла рядом для игрушечек, для чего же еще, да, а потом я понял, что ну типа все-таки она на самом деле немножечко игрушечная и надо что-нибудь посерьезнее и многие вещи из линукса, ну та же графика, да, нифига не работает, значит, что надо, надо где-то раздобыть линукс, это же не настолько может быть страшно, да, я пошел на великую горбушку, у нас там есть несколько радиорынков, которые, ну просто мекка была, была знаменитый митинский, да, да, знаменитый митинский, знаменитая горбушка, знаменитый Савеловский, из всех них живых, в живых сейчас осталась только Савелка, и то она тоже умирает под натиском мобилок, чехлов, вот этого всего говна, который, который никто не покупает, они там просто стоят, я взял Red Hat 6, по-моему, да, поставил и поставил, да, она, с этим тоже связана интересная история, Red Hat поставлялся на четырех дисках, значит, а у меня в комнате был ремонт, ну типа, в квартире у нас однокомнатная, жили вчетвером в однокомнатной, кто-то что-то взгромождал на стену, пока я ставил себе Linux, четыре диска разложены, лежат, разумеется, установка доходит до второго диска, на третий диск внезапно падает, ну типа, деревянная какая-то херня, и оставляет там царапину, мелкую, маленькую, но значительную, но значительную, и я такой, бля, ну типа, пробую, может быть, может быть, пронесло, не, нихуя не пронесло, пришлось ждать неделю, чтобы выдалась возможность поехать на горбушку и заменить там этот чертов диск, тоже, вот эту помню, я неделю провел в чесотке, знаешь, когда тебе нужно, хочется что-нибудь попробовать, потрогать, но нельзя. Когда ты уже, как бы, ручки запустил, но не можешь до конца потрогать, да, 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 у меня вот так же было, когда я вот первые свои дистрибутивы, в том числе вот эти вот мандрейки, а потом, блин, Шаттлворд же начал рассылать эти знаменитые диски с Ubuntu, по-моему, там Shipping Ubuntu.com или что-то такое было, в общем, там специальный подпроект был на сайте Ubuntu запущен, вот, и вот, когда я заказывал эти Ubuntu, да, я устанавливал их, я пытался начинать с ними ковыряться, но у меня интернет был сначала только Dial-Up, потом только GPRS, и не тот, не тот, не было возможности нормально запустить под Linux из коробки, то есть, там, по сравнению с тем, что сейчас в Linux, когда тебе там, у тебя из коробки в дистрибутивы может идти там 3000 драйверов для различных LTE-модемов, и удобный софт для управления этим, в те времена тебе нужно было где-то взять пакет PPP, возможно, где-то найти модуль для ядра PPP, потом тебе поверх этого PPP нужно было, если у тебя там какой-нибудь GPRS, либо если у тебя внезапно оказался кабельный интернет, где можно подключаться по PPP, тебе нужно поверх этого раздобыть еще PPP, а потом писать конфиги для всего этого, потому что, естественно, у тебя нет никаких гуев, типа, нетворк-менеджера божественного, который существует и спасает людей в наше время, и, а у тебя провайдер еще пользуется каким-то особым шифрованием, которое не дефолтное, и, в общем, я, короче, до тех пор, пока у меня впервые не появился роутер, нормально, вообще, Linux сами пользоваться не мог, то есть, да, это вот то чувство, когда ручки запустил, уже, вот, у меня прям были вечера такие, когда, знаешь, я накатил дистрибутив, у меня, значит, долбут, Linux, window, вот, и я смотрю, значит, мне нужен вот этот вот пакет, значит, смотрю инструкции какие-то, себе, либо распечатываю, либо переписываю какие-то инструкции, вот, потом загружаюсь в Linux, начинаю ковырять, так, он требует вот этот пакет, я загружаюсь обратно в window, скачиваю там этот пакет в виде RPM-ника, кладу его там, да, 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 этот спорт у меня тоже был, да, и вот вечер вот проходил вот в этих вот ребутах, да, сначала ты скачал одно, потом ты скачал зависимости к этому, а потом оказалось, что у зависимости есть их зависимости, и, значит, ты вот эти часы провел в перезагрузках, и, в конце концов, у тебя пакеты есть, но тебе нужно написать конфиг, ты понятия не имеешь, что там вообще можно и нужно писать, ты начинаешь пытаться искать, как это работает у других людей, у других людей работает по-другому, потому что все провайдеры, блин, не как сейчас почти у всех этот, блин, а я тебе, я, кстати, раньше фигню сказал, это сейчас у всех PPPOE, а раньше использовали PPTP и L2TP, вот, которые было геморройно очень настраивать, вот, и они, естественно, тоже отдельными пакетами шли, вот, это сейчас почти у всех PPPOE, который очень простой, вот, в общем, короче, это было болью, и вот такой болью, когда ты кучу времени потратил, и в результате ничего не получилось, а еще по дороге мог что-то сломать, и это надо все снова накатывать, да, софт было очень трудно доставать, я, мне удалось как-то завести модем под, под линуксами, и у меня, я, если я правильно помню, да, у меня была версия Red Hat с KDE, или я поставил, ее с KDE, и в общем, KDE меня бесил тем, что тормозил, он тормозил на моей машине, тогда был очень тяжелый, ну, типа, он, как бы, и сейчас нелегенький, да? Ну, сейчас машинки подтянулись, да, но сейчас машинки подтянулись, да, он у меня тормозил, я вычитал где-то, по-моему, в том же хакере, что, типа, KDE обновился, и он стал, ну, быстрее, и все такое, менеджмента пакетов, пакетами тогда вот такого продвинутого сетевого не было особо, я, ну, типа, скачал из, ну, с официального сайта, грубо говоря, исходники, прикинь, каково было компилировать KDE на, на этом, как его... На FreeBSD, это канал обани. Да, на Целлироне 300-ом. Да. Вот, и тоже, в общем-то, на самом деле, ничего особо не получилось, потому что там наверняка нужны были какие-то патчи, я уже не помню, на чем все встало, но, короче, с тех пор я что-то сторонюсь KDE, и, и, и с, РПМом, этим, как его, Red Hat'овским, тоже я, я что-то намучился, с тех пор у меня аллергия на, на, РПМовские дистрибутивы и на KDE. Ну, вот что-то типа того, да, я, хотя, KDE в свое время на Mandrake каком-то, он мне понравился, но у меня тогда, правда, я это, скорее всего, сильно позже тебя по таймлайну делал, и у меня тогда, по-моему, Pentium 4 был, и там это работало, более-менее адекватно, но, да, с менеджментом пакетов все было сложнее, хотя они, как бы, архитектурно не то, чтобы сильно менялись, но они в плане Toolkit'а и удобства проработки менялись заметно, и это правда. Ну, в общем, да, я не помню, а, следующий, следующий у меня был Knopix, ух ты, один из первых, он один из первых лайф-дистрибутивов, между прочим, ForkDebian'а, и я что-то его поставил, и он у меня что-то так, так летал, а, вот почему у меня на Red Hat'овские дистрибутивы аллергии, я, я пощупал Knopix и подумал, а, это Red Hat говно получается, ну, ну, все. Я тоже, кстати, помню, у меня в какой-то момент был период, когда я охотился на легкие дистрибутивы, вот, он, правда, потом достаточно быстро прошел, вот, когда выяснилось, что в легких дистрибутивах оно, конечно, все быстрое, но некоторые те вещи, которые из коробки решают тяжелые дистрибутивы, там делаются тяжело, особенно в том таймлайне. когда... Ну, а Knopix на самом деле не то, чтобы был, был прям легким-легким дистрибутивом, он был достаточно упакованным, в нем было много софта, а еще он, ну, типа, это один из первых был дистрибутивов, которые могли загружаться с компакт-диска, то есть, один из первых Live CD, и с тех пор я больше тяготею к Debian-овскому миру, тяготел. Да, для меня в свое время тоже определенным таким открытием стало, когда вот после того, что я первого пробовал, у меня появился некоторый опыт с Live-дистрибутивами, и это действительно как-то сильно... А что, так можно было? Ну, а потом, потом, по-моему, Ubuntu, и понеслось. Не буду всю свою историю дистрибутивов рассказывать, их достаточно много на самом деле было. Как ты вообще ударился в компы, вопрос был неправильный, ты просто в них родился, судя по всему. Вот. А как тебя вообще все это привело к админству? Ну, то есть, я так понимаю, тебя с админством натурально столкнули линуксы. Да, по сути. Они меня столкнули, по сути, и с админством, и с программированием. Там, на самом деле, в юниксовом админстве граница между программистом и админом, она довольно размытая. Ну, то есть, да, разница есть, но граница размытая. Ну, особенно раньше, вот, да, администраторам старой школы, зачастую как раз из-за того, что все это было сырое, не очень хорошо обточенное, и тулкитами не покрыто, приходилось много всего автоматизировать самостоятельно. Да. И, опять же, на предприятии, например, если нужно было что-то раскатывать, тебе нужно было писать скрипты для раскатывания, потому что раньше дистрибутивы для массового раскидывания по предприятию вообще особо, как бы, не подстраивались никак. Тебе нужно было думать, как это все автоматизировать, и на серверах в компании тоже нужно думать, как какие-то вещи автоматизировать, там, какие-нибудь апдейты запускать, например, автоматически, или еще что-нибудь. Вот, это, да. И администраторы все это писали, зачастую на том же баше, на питоне. А, в общем-то, а потом я отказался от винды. Дело было в принтере. HP? Нет, Canon. Сестра на меня наседала распечатать ей какой-то очередной документ, я не помню, что, по-моему, это было что-то по учебе. Почему у меня не печатает? Я-то, я-то откуда знаю, почему у тебя не печатает. Ну, типа, всегда печатал, а сейчас не печатает. Ну, ладно, окей, полез разбираться. Я разбирался целый день, потом, это принтер сломался, нет, принтер не сломался, принтер живой. Значит, чтобы убедиться в этом, я просто перезагружаюсь в Linux и все распечатываю прекрасненько. И потом я изрыгаю кучу проклятий и нахер сношу винду со всех машин в доме. Ну, кстати, вот, блин, это на самом деле, зная, какая была история, да, в общем-то, почему была принтеры и сканеры, это, наверное, одни из самых ебанейших девайсов, с которыми вообще можно столкнуться в плане периферии по тому, как они и в Linux поддерживаются, и драйверы к ним на винду пишутся в том числе, то есть, это такие источники боли просто. Там, казалось бы, ну, многие вещи у нас в операционках стандартизированы, но с теми же принтерами все было очень непросто. У всех производителей свои какие-то дикие костыли. На самом деле, вот если так подумать, тебе бы могло так не повезти, то есть, могло бы просто получиться, что твой принтер завести на Linux просто было бы дико проблемно, либо невозможно, потому что вот те старые железки. Ну, вообще, как бы, нет, я просто его давно уже завел, и он у меня работал безотказно. Не, я в том смысле, что вот тебе повезло, что он работал. У тебя мог оказаться тот принтер, который бы ни хера бы не заводился. У меня мог оказаться HP, да? Ну, в том числе, да, HP, у HP в какой-то момент там HP Leap появился, да, библиотечка, которая костыли подпирала для поддержки HP-шек в Linux, вот, но не только как бы HP этим страдали и многие другие, хотя у меня-то был HP, если сейчас помню, HP, Dash Jet 3750, струйник цветной, по-моему, вот. И, да, с ним тоже пришлось посношаться, но с HP Leap он завел все-таки. Но, опять же, у каких-то друзей, которые тоже немногочисленные, но местами тоже пробовали, отчасти у меня, посмотрев, у них местами было еще хуже, поэтому, вспоминая, вот, наверное, модемы старые, да, принтеры и сканеры, вот это вот самая главная боль была, ну, модемы, естественно, которые софтовые, да, для которых нужна всякая какая-то фирмварь еще дополнительная, и чтобы им еще особые там последовательности команд для инициализации, и вот принтеры и сканеры, вот это вот основная боль тех времен была, как хорошо, что сейчас многие принтеры, во-первых, сетевые, во-вторых, нам не нужны модемы, в-третьих, сканеры нам тоже почти не нужны, потому что мы можем на телефон сфотографировать, и софтина нам PDF-ку сделает. Ну, слушай, нет, все-таки я продолжаю пользоваться сканером, все-таки получается аккуратней. Не, ну, само собой, для каких-то точных задач все-таки сканер лучше, но я, блин, я сейчас понял, что у меня где-то в квартире лежит сканер, но я не знаю где. Да, 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 да. Ну, вот, кстати, свой сканер я в Linux'е так никогда и не смог завести, тоже HP, кстати. Да, да. Ну, и, в общем, я посносил винду со всех компов в доме и сказал, что винды в этом доме больше не будет. Я не знаю, что хотите, то и делайте. я не позволю вам ставить это говно на мои машины. То есть, я так понимаю, деспотом ты был с ранней молодости, да? Задолго, думаю, для ML. да. Так, я перевел всю, по сути, семью. Ну, ты, получается, такой, знаешь, вот, из разряда токсичных адептов, то есть, которые делают это достаточно жестоко. Как у тебя вообще семья на это все отреагировала? Слушай, единственный человек, который был на моей стороне, это мать. Типа, а как они еще могли отреагировать? Я единственный, кто разбирается, кто знает, как здесь включается интернет. Ну, тоже верно. Я был единственный, кто хоть что-то в этом понимал, понимаешь? Ну, говоря современным языком, ты воспользовался своими привилегиями. По сути, да. Ну, тоже. Но я воспользовался своими привилегиями в благих целях. Вот. Так говорят все диктаторы. Получается, что, ну, блин, я, я вот, у меня немножко по-другому получилось. Я, конечно, как, я в свое время друзьям пытался так насаждать, ну, как, окей, пропагандировать, скажем так, свободный софт и линукса. Вот. Семье у меня в результате что получилось, что у меня, у матери на ноуте линукс, у отца нет, потому что он там с какими-то железками возится, и у него еще старые компы, на которых он там пытается что-то говорить, и там какой-то древний софт под винду, типа, знаешь, там для сканирования жестких дисков низкоуровневого, да, то есть под линуксы это не запустишь ни хера, вот, а предлагать ему еще разбираться там, что с каким-то свободным софтом, который может еще и полную альтернативу не предоставлять, плюс будет на английском языке, ну, такое, в общем, то есть я в этом плане там посмотрел, что вот матери, вот работа с офисными документами, интернетом, прослушивание музыки, да, вот, это все у нее работает, ну, так и осталось, получается, у нее линуксы стоят на компьютере, и, в общем-то, проблем никаких нет, хотя я помню, блядь, я помню, вот эта история, прости, сейчас немножко отниму, потому что это вот тот дикий момент, когда вот эти дистрибутивы сильно накрученные, вроде Ubuntu, в которых много всего типа упрощено, но местами вот Ubuntu как-то у нее очень весело сломалось, выскочило сообщение, что нужно обновиться, вот, ну, она такая, ну, нужно обновиться, так нужно, согласилась, короче, и там вот, в Ubuntu вылезла эта стандартная фигня, когда там же обновление идет, GUI сделан как, GUI работает поверх CLI, командные утилиты для терминала, то есть там не какая-то библиотечка, знаешь, которая реализует работу с вот этим дипэкэджем, а и с ней отдельно работают либо GUI, либо терминальный интерфейс, нет, там было сделано так, что вот есть терминальный вот этот апт, или кто там на него еще навернут, и вот к нему прицепляется к терминалу GUI. Синаптик. Я не помню, Синаптик там на тот момент или нет был, но это не так важно. Синаптик, там был Синаптик. вот системное обновление именно, Синаптик это пэкэдж менеджер, а там системный менеджер обновлений. А, да, я понял, да, да, да. Вот, не суть. В общем, эта херня запускает значит процесс обновления, у нее там показывается как бы прогресс, прогресс баром нативненьким, а рядом еще окошко с этим, с терминалом как бы в режиме Редонли, который показывает что происходит. Ну вот запустился процесс обновления, вот, она его свернула, поработала, поработала, выключила комп, а он не включается. Я такой, ну, ну, прикольно, вот. Ну, в результате я что-то там, я уже не помню, как я его конкретно оживил, но я, я то ли откатил какие-то там, да и то ли еще что-то сделал через аварийный режим. Снова загружаю систему, снова вылезает это обновление, я его запускаю и смотрю, что происходит. Значит, там обновляется пачка пакетов, а потом вот этот вот херобор, точнее, команд-лайновый интерфейс, он, видимо, вызван был с неправильными ключами, либо еще по какой-то причине не понимал, что с ним работают в неинтерактивном режиме, там в какой-то момент просто вот этот команд-лайновый дипэкетч ли апт говорит такой, значит, я хочу что-то сделать, скажите yes, no. А работает это все в рамках ГУЯ. Ну да, и там, там, там неуправляемый терминал, да. Да, а так как мать просто свернула, она решила, что оно обновилось уже давно и просто выключила компьютер посреди обновления. Вот так умерла Убунта у нее, но как бы это вот единственная большая, наверное, проблема за все время была, поэтому я как бы это руками починил, просто через терминал это говно обновил и больше оно потом не ломалось. Так что в этом плане, да, помогает избежать ряда проблем, некоторые проблемы, опять же, от человека зависит, для некоторых людей это вызовет больше проблем, чем пользы, но вот в каких-то ситуациях вот такого обычного домашнего простого использования это может сэкономить много нервов при этом. Тут вообще на самом деле дело в чем, что поскольку всем компьютерным занимался я, я знал, что я всегда могу практически решить проблему, потому что я понимаю, как система работает. Ну вот, да. Windows, ну блин, ну типа, он непрозрачный, он, ну типа, он хаотичный, он похож на, блин, на человеческую ДНК, туда просто набрасывали все в кучу, в папку, в папку Shinders за все время разработки, и в общем, никакой структуры, ничего. Ну, я бы тут до конца бы не стал бы соглашаться, наверное, но я, пожалуй, наверное, скажу, что он как-то так изначально построен, что он не очень стимулирует тебя с ним разбираться. Ну, да. Вообще, последняя винда, которую я пользовал, была XP. В общем-то, с XP я и слез. Блин, давно было, это нулевые. Да, 2004 год, что ли, я не помню. Что-то такое, да. У меня, блин, у меня винда сейчас тоже стоит 11-я, по-моему, но вот это вот та ситуация, просто вот какой-то такой, знаешь, момент щелкает. У меня вот что с Linux-ами, что с виндой примерно так происходит. В какой-то момент, если ты начинаешь, вот если ты заинтересовался и ты начинаешь разбираться в том, как работает операционка, у тебя внезапно вообще взгляд на все эти проблемы меняется. То есть, вот у меня гинта, скоро, наверное, 10 лет ей будет, но на самом деле могло бы быть больше, просто потому, что в какой-то момент мне стало скучно, и я начал экспериментировать, я ее снес и ставил там, по-моему, Arch, потом еще что-то ставил. Вот, и с виндой примерно так же, то есть, я вот текущая винда, которая у меня сейчас, возможно, у меня она обновлялась с 7 на 8, с 8 на 8, с 8 на 10, с 10 на 11. Вот, и она живая, то есть, как бы... Блин, слушай, редкий экземпляр. Не совсем редкий, у меня вот в чатике, с которым я тут как раз в том числе японский учу, у нас там есть тоже еще один такой человек, который это... Ну, тут да, как бы, вот у меня с линуксами в этом плане такое же было, я пока там... С линуксами у меня, кстати, это раньше случилось, потому что линуксы, они как-то... Вот о чем я говорил с виндой, да, она не очень толкает тебя ее изучать, она тебе многие вещи упрощает, и тебе, ну, кажется, что вот оно так и должно быть, а что-то под капотом, ну, зачем тебе это вообще интересоваться? Не знаю, мне кажется, Unix просто логичнее построен. Ну, есть свои... И он не прячет свою организацию, то есть... Ну, организацию, да, но с другой стороны, знаешь, вспоминается, вот цитата с Башорга, когда что... Unix станут интуитивно понятными, когда команды Man, Cut и Mount, да, будут значить человек, кошка и гора. Вот. Да. Ну, там, конечно, на самом деле с Mount это косячок в плане перевода, но идея понятна, да, как бы немало такого в Unix есть, поэтому я бы тут не исключал, конечно, синдромы утенка, но да, лично для меня, просто вот, для меня тоже так получилось, что я к Linux'ам тоже пришел, и в них, несмотря на то, что у меня все время был Dual Boot, я в них начал разбираться раньше, чем в WinDue в той же. В WinDue я при этом все еще разбираюсь хуже, вот если сравнивать там уровень моего погружения в WinDue и в Linux, у меня в Linux'е гораздо лучше понимания, я поэтому и сижу на Gint'е, да, что я сел просто вот собирать Gint'у, чтобы разобраться, как все это работает. С WinDue у меня были бы проблемы с реализацией подобного плана. Ну да, дает себя изучать, короче. Ну да, не всегда я бы сказал, что в хорошем плане, потому что иногда это, знаешь, такое, что если ты меня сейчас не изучишь, тебе придется меня перевосстанавливать, да, поэтому, да, но с другой стороны как бы меньше скрывает и местами информацию проще находить, потому что документацию по Windows долгое время было искать сложновато. Microsoft за последние годы в этом плане неплохую работу провела и по рефакторингу своего MSDN'а и по прочему, и в целом от каких-то вот этих вот практик, типа того, что там ISO-шники достать проблемно, нет, они сейчас проще к этому относиться всему стали. По-моему, там даже если сейчас ISO-шник современные винды берешь, ставишь его, не активируешь, он все равно будет работать, просто будет тебе писать, что нужно активировать, но блокироваться не будет. Вот, то есть они в этом плане как-то тоже поработали, но это, знаешь, вот с тех моментов как раз, когда у них поменялось руководство с вот этого Балмаровского, который, что Linux это наш главный враг, на Дейловский, что вообще-то там есть чему поучиться. Я все жду, когда они сделают то, что сделал Jobs в свое время. Уйдут из компании, а потом вернутся и все переебут? Ну, уйдут из компании, вернутся не знаю, но вот то, что Jobs выкинул свою ужасную, гнилую, глючащую девятую Макось Classic и принес нормальный Unix. А, это вот одно из тех больных обновлений, да, которое с одной стороны с большой болью ко многим пользователям накатывалось, но с другой стороны там у них и софт местами перестал работать. Да, но с другой стороны стало лучше, да, намного. Все. Ну да, И, собственно, с этого момента начинается вторая волна успешности Apple. Ну да, не без этого, они же там много очень таких вещей сделали, серьезных, я не помню, правда, это тогда или не тогда было, но вот у них, блин, тогда или не тогда у них появились две крутые штуки, именно LaunchD как инициализация и CoreAudio как аудиосервер. Ну, собственно, да, это все они написали в рамках перехода на NYX. Ну вот, да, и сейчас, по сути... Потому что NYX'ам нужен какой-то ENIT, желательно, ну, типа, продвинутый, чтобы все было автоматом и прочее, и по сокетам, и все такое, и нужно людям что-то слушать, извините. Да. И не только слушать, CoreAudio, это же одна из самых стабильных и надежных аудиосистем, и Mac в этом плане считается же одной из самых идеальных рабочих станций для студий, в том числе. переоценена. Я пытался по работе кое-что, ну, типа, мы там кое-что записываем, я не буду разглашать, потому что у меня NDA, настроить запись на Mac OSI. Ну, давай так, это делалось с профессиональным оборудованием или с USB-микрофонами? Ты не поверишь, нам не подошло ни одно профессиональное оборудование, лучший результат дал USB-микрофон, но я не буду дальше рассказывать, потому что NDA, извини. Окей, да, не вопрос. Вот, но все-таки, как бы, опять же, в индустрии тоже одним из таких крутых стандартов является ProTool, 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 ProTool. Ну да. Нет, у нас там должен был быть специализированный софт. Нет, если специализированный, тогда понятно, тут в разных местах разные могут быть проблемы. Вот. Наверное, для слушателей, которые не совсем понимают, что мы тут за неймдропингом занимаемся, стоит сказать, что Core Audio это новая аудиосистема, там... Это Макосевский этот, как его, Pipewire, или там... Да. Не, не пульсы, все-таки, скорее Pipewire, потому что... Все-таки Pipewire, да. Да, пульсы, потому что это вот аудиосистема такая близкая к первому перепилу виндовой аудиосистемы, я не помню, как она там, в Асапе, по-моему, первая называлась, или как, которая хорошо подходит для мультимедийного использования, но для профессионального использования не подходит. А в Кураудио там хорошо и с мультимедийной работой, и слоу-летенцией тоже, что, в общем-то, и в Windows тоже в последних поколениях переписанных аудиосерверов тоже делать стали, но при этом в Винде все еще как бы нативный аудиосервер в профессиональной работе не используется, там используют ASIO, которое отдельно на низком уровне работает, и обычно каждый вендор пишет свой драйвер ASIO. Вообще, ты не поверишь, но нас спас Linux с Pipewire тогда. Ну, как бы не сильно удивительно, вот, но Pipewire он такой тоже. Все-таки Pipewire уделал Core Audio, это радует. Тут зависит от кейсов, я думаю, вы скорее всего... Я понимаю, но Вин есть Вин. Ну да, вот, если себя не похвалишь, кто тебя еще похвалит? Вот, поэтому да. А LaunchD это тамошний SystemD. Init, да. Ну, точнее, будет правильнее сказать, что SystemD это наш LaunchD. LaunchD. Его делали под очень глубоким вдохновением от того, как в Mac'е сделали инициализацию сервисов. Многие его ненавидят. Я тоже его не любил, ну типа, но я просто скорее поддался тренду, потому что я, когда начал в Nixxam заниматься профессионально и за денежку, вот тогда мне он очень помог. Ну да, потому что там есть вот всякие фишки для упрощения автоматизации, для упрощения централизованного менеджмента, то есть вот какие-то вот красноглазые линуксоиды там будут говорить, что, блин, вы что вообще охеряли, зачем вы впихнули HTTP сервер в мой в мой нит, а потом так начинаешь пытаться автоматизировать что-то на предприятии и вот он тебе вполне нужен, оказывается. Да-да-да, я тоже когда-то ржал над генератором QR-кода в ните, но блин, когда я загружаюсь и мне ну типа какая-то, вернее, не загружаюсь, и мне какая-то нужна диагностическая информация, скопировать ее там и вставить куда-то, то ну типа да, я вижу, насколько это может быть полезным. Так что, ребят, Поттеринг, он, конечно, гондон, но он молодец. Он большой молодец, он во многом прав. Он, конечно, гондон, но он хороший гондон. Он хороший гондон, крепкий, дюрок с английское качество, ягуары в мире гондонов. В общем, да, я считаю, что Microsoft нужно поступить точно так же, выкинуть свою всю вот это вот то, что у них наросло на там, на смесь NT, ну типа, на смесь это как полуоси и ДОСа за три десятилетия и просто взять какую-нибудь BSD-шечку, какой-нибудь BSD-шный MIT-шный Corutils, какой-нибудь NIT написать тоже и и в путь. А для совместимости использовать Vine. Ну, вот блин, в этом плане Microsoft будет сложнее все-таки, потому что если Valve это сделала для игрушек, то Microsoft это придется делать вообще для всего, а вот вообще для всего это... То есть я, когда Valve это собиралась делать, я не верил, что Valve это сделает, но они это почти сделали, нельзя сказать, что они это сделали совсем, но почти сделали и оно сильно лучше, чем я ожидал, то вот вообще взять вообще все Legacy, которое висит на Microsoft. Это нужна смелость, это нужна политическая воля, да. Это не просто смелость, это нужно слабоумие и отвага, как мне кажется. Причем еще с непонятным результатом. Мне кажется, тут только вверх дорога. Ну да, но с другой стороны, вот если ты начнешь переписывать Windows 0, у тебя будет какой-то процент того, что ты не доделаешь. И вот вопрос, на каком проценте остановиться, какой процент можно считать тем, который мы добились цели и больше не работаем, это и по сути этот процент, это грубо говоря процент пользователей, которым ты говоришь, вы нам больше не нужны. То есть обязательно есть вот какие-то эти любители низкоуровневых программ, какие-то любители спецсофта, который там вполне возможно даже под 64-битную систему еще не обновлялся. И это будет тяжелое решение, то есть это прям непросто. Да, я и не говорил, что будет просто, но... Там же еще вот эти вот госконтракты, которые продляют поддержку уже давно неподдерживаемых операционок там еще на десяток лет. То есть это все тяжело. Да, тяжело, я понимаю. Мне кажется, просто продолжать развиваться вот этим вот рудиментом из 90-х, который должен был где-то к 2005 году уже отвалиться. Ну, мы посмотрим. У них сейчас есть в принципе движущие их моменты вроде развития ARM и RISC-5, вот, которые... RISC-5 не знаю, кстати, Microsoft вроде на RISC-5 еще нет. Нет, но в индустрии он есть и он начинает в индустрии распространяться. Что, 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 охуенно? Да, так что будем смотреть, что с этим будет. Может быть, это подтолкнет Microsoft к чему-то, потому что менять архитектуру аппаратную и вместе с ней менять софтовую может быть проще, чем просто взять посреди x86 сказать, извините, мы просто перестали все поддерживать, нет. Со сменой архитектуры может быть проще. Тем более, что со сменой архитектуры там же еще всякие трансляторы и прочее, там, да, наверное, это будет проще написать на вот таком вот базисе. Ты же в курсе, что у Microsoft был когда-то свой Unix? Я знаю, что у Microsoft чуть ли не есть свой Linux, который у них для Ажура, но это я подозреваю не то, что ты имеешь в виду. Я имею в виду операционку Xenix. X-E-N-I-X. Не, не слышал про него. Да, это их форк какого-то, по-моему, какой-то BSD-шной, древней BSD-шки очень, которая была еще до DOS-а даже. Не, они не слышали, надо будет глянуть. Или параллельно с IBM DOS-ом. Не, по-моему, еще даже до IBM DOS они развивались, развивали эту штуку. Прикинь, вот что было бы, если бы они не договорились с IBM по поводу DOS-а. Но мы этого никогда не узнаем. Не, кстати, можно пощупать, есть кусочек параллельной вселенной, называется Sirenity OS. Это не параллельная вселенная, это попытка симуляции в нашей вселенной, это не то, не те ощущения. Ну, понятно, но все-таки, ну, типа, глазком глянуть это интересно. Ну, типа, там все снаружи, как в, там, 95-й винде, 98-й, 2000-й, а внутри самописный, между прочим, Unix. Самописный. То есть, там, это не Linux, это не Linux-овое ядро, это даже не BSD, а самописное ядро. Знаешь, что-то начинает видеть каким-то React OS-ом. Ну, там другое, да, я понимаю, но запах какой-то такой же, да. Ну, да, ну, типа, да, это, ну, типа, не нужно, это игрушка, но... Ну, в те годы оно вряд ли могло бы по-другому закончиться. Поиграться можно, не, просто Serenity OS это современный проект. В те годы, ну, да, оно вряд ли могло как-то по-другому закончиться, потому что IBM-овские бабки очень сладкие. Это была первая часть нашего подкаста с доктором Quadragonом, или просто доком, в которой мы поговорили о том, как возник его ник, где он работал до того, как он стал тем, кем он является сейчас, а именно системным администратором и организатором комьюнити в Мастодон. В следующем одном или двух выпусках мы как раз поговорим о том, как он работал администратором и как он пришел к той деятельности, по которой вы, скорее всего, его знаете, а именно евангелизму, децентрализации и федерализации в соцсетях, а также немножко коснемся того, чем он занимается в своей реальной оффлайновой жизни в данный момент. Благодарю за прослушивание, подписывайтесь, ставьте лайки и репостите наш выпуск. Еще услышимся!